Материал для проекта режиссера собирали по всей республике, а также в Монголии и Китае. В результате песни, которые уже давно никто не поет, получили вторую жизнь. Есть очень много исторических песен, и бытовых песен, свадебных, и связанных с конкретными личностями. Они как бы через песни просматриваются истории восточных бурятов. В последнее время в нашей республике активно обсуждаются темы сохранения бурятского языка. И теперь новый спектакль «Бурдрама» будет способствовать сохранению родного языка и культуры гораздо лучше, чем многочисленные дискуссии на эту тему. У нас, молодежи, есть возможность выучить, перенять у них и передать своим детям, чтобы наши дети передали уже нашим внукам и с поколения в поколение. Но тогда, я думаю, наш народ будет жить, и пусть восстанет в душах наших все то, что делали наши предки. Увидеть и услышать 100 песен восточных бурят можно 15 и 16 ноября в 18.30 на сцене Бурятского театра драмы. Александра Гаврилова и Евгений Козлов. Первая альтернативная.